До окончания первой части сезона Олимп первенства России 2-го дивизиона футбольной национальной лиги Саратовскому Соколу остается провести всего 4 встречи, 3 из которых на своем поле стадиона Локомотив. Первым противостоянием на данном отрезке уже в это воскресенье станет матч с одним из своих главных конкурентов за лидирующую позицию в подгруппе футбольным клубом Динамо Владивосток, отстающим от белосиних в таблице всего на 4 очка, при этом имеющим игру в запасе по отношению к нам. Сомневаться в том, что оба коллектива будут бороться исключительно за 3 очка не приходится, учитывая, что данные баллы уже точно пойдут в копилку золотых на финише сезона. О том, как строится подготовка к игре, состоянии футболистов, времени вне футбола, во время своей болезни и многом другом, рассказал главный тренер Сокола Игорь Владимирович Захаряк. Владивосток, так же, как и целая группа команд, это Белгород, это Брянск, это одни из сильнейших представителей в нашей зоне. Отдельно мы к ним не готовимся. Поражение, которое было, мы уже не помним, потому что нужно жить следующей игрой. И готовимся, я не могу сказать, что в особом режиме, готовимся, как обычно, к календарной игре. Насколько преимущество своего поля с точки зрения перелета, вообще, насколько Динамо Владивостоку может быть сложнее с точки зрения именно того, что постоянно нужно эти длинные перелеты делать? Там есть у Динамо Владивостока одна особенность. Они играют пять игр на выезде, пять игр дома, и у них нету каждодневной акклиматизации. Они выезжают, адаптируются, играют. Команды, которые приезжают туда, которые непосредственно играют в день игры, это тяжелая стрессовая ситуация. И адаптация, это называется циркадные ритмы, адаптация с востока на запад, она всегда несравненно легче, чем с запада на восток при перелетах. Здесь говорить о каком-то преимуществе не приходится. В последних матчах, да, у Владивостока нет побед, и, насколько я понимаю, это не должно вводить в заплуждение болельщиков? У нас вообще не волнует то, что у Владивостока нет побед, у нас есть конкретный соперник, мы готовимся к нему в конкретной игре. Если вы хотите сказать, что это нас как-то расслабляет, это абсолютно никак не связано. Потому что каждая конкретная игра, это вообще отдельная история. И нужно быть максимально готовым к каждой конкретной игре. Если говорить по нашим ребятам, все ли сейчас с точки зрения здоровья, в порядке, все ли подходят максимально готовыми к этой игре? К счастью, вот это вот у нас сейчас такой период, что все живы-здоровы, чего, к сожалению, не было почти полтора месяца. И, ну, мы счастливы, во-первых, мы счастливы чисто с точки зрения того, что люди здоровы. Это в плане не только спортивном, а в плане просто житейском. И счастливы, конечно, то, что наши футболисты, как профессиональные люди, готовы вести борьбу. Хотел бы спросить, да, по поводу таблицы бомбардиров. Если заглянуть, то Кирилл Буркин у нас сейчас возглавляет, да, номинальный полузащитник, человек, который как бы на острие, наверное, не должен играть. Но сейчас он в команде у нас главный бомбардир и вообще в чемпионате, да, соответственно, в своей зоне. Вот как так получилось, что Кирилл является лучшим в этой игроке, в этом показателе? Вы сейчас сказали фразу такую, что он не должен играть на острие. На мой взгляд, это представление 30-летнего, 30 лет назад футболу. Потому что существует определение игра команды в атаке и игра команды в обороне. Результирующую может делать любой футболист, который находится в зоне завершения в соответствии с той стратегией, тактикой, которая есть. И то, что там Буркин сейчас бомбардир, нам от этого не холодно, не жарко. Самое главное, чтобы мы результативно действовали как команда в атаке и сбалансировано в целом, и не давали возможности сопернику поражать наши ворота. Ну и самое главное, насколько вы успели восстановиться, потому что у вас несколько матчей не было, соответственно. У меня все в порядке. Все в порядке, все в этом плане. И насколько сложно было смотреть матчи, не находясь? Это был очень сложный период, честно говоря, потому что совсем другое восприятие ситуации, совсем другие возможности, когда ты можешь непосредственно повлиять каждым словом, потому что связь, которая осуществляется посредством телефонов, это совсем другая история. И вообще это сложный момент, но это реальность, в которой нужно жить. Это не только мы, это сейчас в связи с той ситуацией, которая есть. Нужно понимать, что это может быть в любой момент случиться с каждым тренером, с каждым, и нужно быть к этому готовым. То есть отрабатывать коммуникации между отсутствующими и присутствующими, для того, чтобы это максимально сказывалось на эффективном управлении командой. Также с вами мыслями о предстоящей встрече, а также выездной серии из трех матчей, поделился полузащитник Саратовского клуба Денис Анисимов. Что можно сказать о сопернике «Одинамо Владивосток», насколько это серьезный оппонент и, собственно, какая-то там отдельная, не знаю, специальная подготовка есть под этого соперника? Ну, прямо уж отдельной нету, но соперник-то, естественно, один из лидеров в группе, и у нас борьба с ними за золотые очки. Плюс мы проиграли у них в гостях, поэтому надо брать реванш, отдавать все силы здесь. Ну, есть какая-то особенность у «Динамо Владивостока», вот с чем эта команда, может быть, выделяется, да, по сравнению с своими соперниками? Или это можно сказать, что это домашний клуб, да, который берет свои очки за счет того, что команду очень сложно туда перелетать и акклиматизировать? Ну, возможно, да, что влияет, конечно, расстояние, то есть то, что они находятся далеко, эти перелеты влияют. Ну, так, если посмотреть по результатам, то они тоже на выезде дают результат, поэтому просто игрой точно не будет. Что можешь сказать по поводу выездной серии, да, три матча было, наверное, болельщики ждали чуть больше очков, да, чем получилось? Да, и мы сами, то есть, не то, чтобы не расстроены прям сильно, но недовольны, да, своим результатом, то, что должны были забирать, конечно, больше очков и потеряли, возможно, какие-то золотые очки, смотря, кто зайдет в первую шестерку. По поводу первой группы, да, где команды также сейчас борются за выход, такое ощущение складывается, ну, собственно, это все сейчас подтверждают, согласен ты с этим или нет, что эта группа полегче и что очки там набираются немножечко проще, чем в нашей группе, которая более ровная? Ну, возможно, но, опять же, со всеми этими командами мы еще играли, когда не было этой системы по 11 команд, поэтому, если вспоминать те же команды, те же Строгино, Химки, где молодые ребята, с ними тоже не было просто, даже здесь у нас в Саратове они давали бой нам. Как тебе в целом вообще эта система, насколько она тебе нравится, не нравится, успел привыкнуть или внимания никто не обращает на то, как приходится играть? Да, сильно не обращаешь внимания, в любом случае надо всегда побеждать, потому что ты, если ставишь задачу побеждать и выходить в следующий дивизион, ты обязан побеждать всех, неважно, с кем играешь. Своё поле, свои болельщики, насколько это отлично для тебя, да? Поддержка или это дополнительное давление? Определенно это поддержка, в любом случае. Дома всегда намного очень приятнее играть, потому что даже сейчас сравнить последние три выезда, уже контраст, даже просто тренироваться уже дома приятнее. Ну и самое главное, да, что саратовские болельщики еще и к вам успевают приезжать? Да, конечно, очень приятно, что в любом городе, да, найдутся кто и приедет из другого города, и кто-то бывает и в том городе находится, в котором мы играем, так что приятно, да, очень. Нам лишь остается напомнить, что матч с Динамо-Владивосток пройдет в это воскресенье, 31 октября. Стартовый свисток прозвучит ровно в 18.00. Мы ждем вас на стадионе.